Продолжаем серию интервью с победителями региональных конкурсов «Лучший предприниматель» и «Лучший социальный проект года». В студии РБК сегодня один из победителей в номинации «Лучший предприниматель в производственной сфере» Азматов Айдар Ильдусович. Айдар Ильдусович, приветствую вас. Расскажите для начала, чем же вы все-таки занимаетесь, расскажите о своем бизнесе, что это из себя представляет. Во-первых, всем здравствуйте. Меня зовут Азматов Айдар Ильдусович. Я проживаю в поселке Ферма Пермского района. В 2013 году решил организовать производство хлебобулочных изделий. Назвал пекарню от двореченское сельское поселение. Назвал ее пекарню Дворечья. Но в течение пяти лет зарегистрировали товарный знак. Сейчас у нас зарегистрирован товарный знак. То есть мы можем спокойно использовать свой логотип на своей продукции. То есть чем мы занимаемся? Мы занимаемся производством хлебобулочных изделий. В основном это у нас белый формовой хлеб, дарницкий, различные виды выпечки, печенья. Но это все у нас идет в основном так для расширения ассортимента. А так нацелены в основном на бюджетный хлеб. То есть мы пробовали в свое время производить различные зерновые, дорогие сорта хлебов. Но в нашем Пермском районе люди в основном не такие богатые. Поэтому мы нацелены были именно на социальный продукт. Что касается первых шагов. Почему решили пойти именно в эту сферу? Неужели в Пермском районе не хватало хлеба, так скажем? Ну если честно сказать, изначально я занимался грузоперевозками. То есть по Пермскому краю. То есть ездил сам на самосвале. И кому доски, кому мусор везти, кому песок привезти. Но родственники в Тюмени у меня за этим бизнесом уже занимаются давно. И надоумили, сказали, Айдар, занимайся производством хлебобулочных изделий. Это люди ели хлеб всегда, будут есть. И более стабильный источник дохода и бизнеса. И так вы расширили влияние вашей семьи еще и на Пермский район. Да. Расскажите, пожалуйста, о географии бизнеса. То есть Пермский район, понятно. Вы уже, наверное, его охватили за пять лет. По всей границе, так скажем. Да. Пермский район у нас на самом деле большой. То есть он очень сильно раскидан. Так как мы находимся в географической поселке Ферма. Это вот ближайший, скажем, куст, это мулянка, кукуштан. Сейчас вот в этом году начали ввозить уже в сторону ледов. Вот. И нужно расти. То есть расширяя свою географию, мы сейчас активно продвигаем свой продукт в городе Перми. Расскажите, в общем-то, как это происходит. Произвели продукцию и дальше сами уже развозите по своим точкам, по магазинам каким-то, по партнерским. Как у вас это происходит? Так, на самом деле, в своих магазинах у меня только два. Просто я построил свою реализацию так, что люди, которые развозят, являются у меня и торговыми представителями, и экспедиторами, и водителями. В общем, на все руки мастера. Да, на все руки мастера, и они получают за это зарплату. То есть, если привели новых клиентов, соответственно, они больше вывозят, соответственно, больше их зарплата. Что касается Перми, вы уже сделали какие-то первые шаги, или уже можно найти на прилавках некоторых магазинов вашу продукцию? Достаточно много магазинов. То есть, в индустриальном районе, у нас в Мотовилихе, в Свердловском районе. Начинаем тихонечко расширять географию в Ленинском районе магазины. Ну, Закамск. Вы частично этот вопрос уже задели. То, что вы решили производить именно масс-сегмент. Все-таки есть какое-то предпочтение у тех потребителей, с которыми вы уже работаете? Что они предпочитают? Масс-сегмент какие-то обычные сорта хлеба, либо с зернышками какими-нибудь, с кунжутом, еще что-то? Ну, вот сейчас, на данный момент, если начинать изначально, то есть, производство было рассчитано на определенное количество продукции. То есть, я для себя взял пример для эталон, так скажем, развития пекарню своих родственников, которые находятся в Тюмени. И рассчитывал на производство, там, полторы тонны в сутки выдавать тех же самых хлебов. В принципе, данное производство у меня было рассчитано на этот объем, то есть, я мог и производить. Сейчас мы превысили в два раза данный объем. И физически мы сейчас не можем даже пробовать с семечками, с кунжутом. Мы просто, производство загружено максимально на именно вот этот массовый хлеб. И в этом году мы сейчас приняли решение о расширении, то есть, строим новое здание пекарня, то есть, оно будет расширено в четыре раза. Будет более автоматизирование линии производства, то есть, мы сможем увеличить объемы производимой продукции. Ну, это коммерческая тайна, можно сказать, но в перспективе хотелось бы выйти на тонн 10. Готовая продукция в сутки. А свои средства, кредит, как вы делаете? Ну, изначально, когда я начинал, у меня своих средств вообще не было. Вот это интересно. Давайте тогда сразу лайфхак для начинающих предпринимателей. Как без средств вообще что-то построить? Я откровенно скажу, что многие говорили, что я немножко с приветом, то есть, я авантюрист, поэтому вкладывать деньги в неизвестность себя, новый вид бизнеса не стоит, но рискнул. То есть, я заложил все имущество, которое у меня было, получил кредит, на то время там было 5 миллионов, купил земельный участок, построил пекарню, выбрал надежных поставщиков оборудования. Ну и пришли к тому, к чему пришли, что касается вот этого нового производства. Да, мне очень сильно повезло, то, что у меня партнерами по оборудованию является компания Макижурал. Вот, они мне поставили хорошее оборудование изначально, и вот на котором мы могли экспериментировать, пробовать какие-то рецептуры. То есть, и это мне помогло в развитии очень сильно. Вот, и в 2013 году я начал, вот 2013-2014 год были на самом деле очень сложные для меня. То есть, я брал кредит для того, чтобы гасить другие кредиты. Но в определенный момент, то есть, я понял, как правильно построить маркетинг, управление. И в каком году вы все-таки перестали брать кредиты на то, чтобы погасить кредит? И, нет, я до сих пор не перестал. Нет, а насчет того, что перестал брать кредиты, чтобы другие гасить, это уже 2014-2015 год. Просто в 2014 году, вот, у нас мы пробовали с рецептурами, пробовали с маркетингом. То есть, к концу 2014 года у меня оставался момент такой, либо я дальше работаю, либо я закрываюсь. Но тогда бы я потерял бы все, на самом деле. Вот, ну, в 2014 году что-то произошло, ко мне пришли новые люди. То есть, я не только сам сладком бегал, предлагал свою продукцию, но и пришли люди, которые могли продвигать за это, платить деньги. Соответственно, и вот оно пошло. Вот, 2014-2015 год, уже с 2014 года у нас идет уверенный рост. То есть, и продаж, и... Айдар Альдусович, к сожалению, время неумолимо бежит. Еще столько вопросов хотелось бы обсудить. Тенденции в вашей отрасли в рамках хотя бы Пермского края. Что будет дальше? Все так же развивается масс-сегмент? Или, может быть, все больше будет каких-то отдельных категорий, сортов? Ну, как сказать, я предполагаю, что все равно масс-сегмент, он в любом случае останется. Вот, а отдельные виды сортов, хлебов, это вот уровень, там, мини-пекарен, там, более элитные хлеба. Ну, это не мой, так скажем, сегмент. То есть, я не могу предположить, к чему у нас придет. Видите, в стране все равно ситуация немножко нестабильная. Я правильно понимаю, то есть, вы будете ориентироваться все-таки по нынешней ситуации? По нынешней ситуации, на массовый сегмент, да. Хорошо. Вернемся к самому конкурсу, в котором вы стали одним из победителей в номинации. Что, собственно, этот конкурс вам дал? Может быть, какие-то новые знакомства, партнерские отношения? Я предполагаю, что в вашей сфере там тоже были предприниматели. Да, мы на конкурсе встретились со своими знакомыми, буквально тут на конкурсе. То есть, чернушки тоже стали там победителями. Вот. Ну, что он мне дает? Ну, во-первых, дает моральное удовлетворение. То, что не только я сам понимаю, что я двигаюсь, но и государство оценивает. И люди оценивают то, что, да, действительно, мы достойны этой награды. Вот. Плюс Пермский район наш. Вот. Я не знаю, не буду говорить за другие районы. То есть, отдел по поддержке предпринимательства, у нас Пермский район, очень своим предпринимателям относится скрупулезно. То есть, они вот на протяжении, уже получается, с 16-го года мы начали активно участвовать и в конкурсах, и получать субсидии. Вот. Они своих предпринимателей опекают. То есть, я думаю, что в будущем... Хотелось бы так скажем, чтобы в каждом районе, собственно, такой же опек. Да, да. У нас, на самом деле, очень, если честно сказать, первый раз, я думаю, даже таких людей нет, что в Пермском районе именно специалисты, которые помогают нам, как предпринимателям, получить субсидию, там какие-то семинары проводятся, то есть, общение, то есть, поддержка активная. И на этом предлагаю закончить. Айдар Ильдусович Азматов, основатель пекарни Двуречия Пермского района, мы обсуждали саму отрасль производства хлебобулочных изделий. Продолжение следует...